всем доброго дня сегодняшнем видео я хочу показывать как заменить передний шрус или по обиходски гранату на автомобиле toyota corolla 2018 года выпуска хотя добавлю что принцип работы в принципе одинаков и на других передних приводных автомобилях скажем toyota camry volkswagen и так далее есть некоторые различия но в основном одно и то же и так чего надо начинать но снимаем переднее колесо кстати мы будем менять левую сторону поднимаем машину можно конечно эту работу проделывать и досмотровом яме а вот я показываю состояние шруса значит чехла защитный вышел из строя порвался и смазка вышла наружу также там накапливался внутри шруса вода и грязь и следствие чего значит этот агрегат вышел из строя при поворотах слышен резкий такой стук характерный для шруса и вот поэтому нужно менять как вы видите сначала нужно отрутить гайку шруса гайка под номером 34 перед началом конечно нужно отогнуть назад вот край гайки который согнута внутрь если этого не сделать можно испортить резьбу хотя конечным итогами принципе меняем полностью вот эту гранату и главное чтобы вот эта гайка открутилась так теперь смотрим граната не застряла внутри ступицы это хорошо меньше забот и так после этого откручиваем два болта который держит суппорт болты под номер 14 снимаем суппорт вместе с колодками так вот видите сняли суппорт колодки теперь нужно снять также скобу на котором держится этот суппорт там болты под номер 17 также обязательно повесьте вот суппорт на пружине или где-нибудь более удобном месте для вас чтобы он не болтался и не было натяг на тормозной шланг так снимаем скобу также желательно снять тормозной диск на диске есть два отверстия под риску номер 8 закручиваем там два болта и значит затягивая их снимаем тормозной диск кстати немаловажный момент скажу что в оригинале завод изготовитель предлагает заменить полностью два шруса внутренний и внешний месте шарнира но китайцы как-то умудрились изготавливать отдельный шрус однако здесь проблема в том что заводской шрус не выходит и нужно немножко так сказать попотеть чтобы снять вот заводской шрус что я буду показывать в этом видео но как видите сейчас я снимаю нижнюю шаровую чтобы возможно было вытаскивать шрус из ступицы гайки здесь номер 17 кстати на японских автомобилях все основные болты и гайки бывают 10 12 17 19 вот на бмв скажем там 16 бывает 18 разницы эти размеры на японских и европейских автомобилях вот сняли шрус после снятия шарового а снимаем также держащий чехол хомуты перед него сняли сейчас снимем задний нужно принципе отрезать вот старый чехол чтобы он не мешал работе и вот так легче снимается немножко грязная работа принципе я не очень люблю вот заменять эти шрусы все руки испачкаются так вот пробуем снять так сказать традиционный метода подстукиванием молотком конечно нужно сзади держать вот этот шрус но как увидите он не сдается но что ж тогда придется резать болгаркой что мы и сделали принципе не очень такая трудная работа но нужно быть осторожным чтобы не поранить себя вот верхние две шарика когда снимается остальные уже более-менее легче снимается и самое главное вот эти первые две после этого уже связается только вот кожух подшипника и шрус снимается однако это не все потому что на шарнире остается так сказать главный виновник вот это все это всего этого теперь вот я показываю как видите кольцо после когда мне очистили вот он входит внутрь и так плотно сидит что никоим образом невозможно вот снять эту обойну подшипника он намертво сидит не знаю может кто-то попробовал снять но в данном случае у меня никак не получилось так что придется опять прибегать прибегать с помощью болгарки здесь конкретно нужно быть более осторожны потому что при глубоком срезе можно испортить шток шруса а это крайне нежелателен так один срез мы сделали теперь наоборот этого среза то есть против этого среза должны сделать еще один такой паз с болгаркой с помощью болгарки повторяюсь нужно право быть крайне осторожным чтобы не срезать самые самые шлицы на вот этом штуке не нужно спешить так медленно осторожно связая конечно до конца не нужно его срезать 100 миллиметр или полмиллиметра нужно оставить после этого с помощью вот молотка и зубьевые два-три хороших таких точных удара нужно так сильно ударить еще можно поставить снизу какой-то упор но в нашем случае этот упор в принципе был не нужен после двух-трех ударов значит обойма раскололся хотя все же сидел на шлицах и хотя вот вторая половинка отсоединиться наверное мы идеально симметрично не срезали вот конец этих срезов держится за шлицев однако два-три удара молотком точных и вот вторая половинка у меня на руке теперь поближе посмотрим вот видите здесь полностью гладкая поверхность никакого конуса нету так что как ни старайся при ударах стопорное кольцо не будет выходить из своего места вот вы видите сверху есть довольно таки солидный конус но это для того чтобы поставить шрус на место а вот как снять уже завод изготовитель не думает он предлагает полный комплект два шруса вместе с штоком так теперь очищаем от грязи и смазки шлицы шлицы вот будем поставить вот этот шрус или гранату комплекте идет сам шрус смазка хомуты чехол ну гайка конечно так я рекомендую сначала снять стопорное кольцо хотя это необязательно ставим чехол теперь смазываем шлицы и пробуем без стопорного кольца поставить шрус чтобы убедиться что китайцы сделали деталь нормальных размерах в принципе примерка прошла удачно шрус села на место теперь снимаем ставим стопорное кольцо на свое место я оставить старое стопорное кольцо хотя в комплекте было новое ну в принципе не думаю что разница большая однако пусть будет заводская теперь смазываем наш рус кстати шрус означает шарнир равных угловых скоростей вот так так расшифровывается в обиходе говорят граната называют эту узи его главная задача передать момент под разными углами равномерно без колебаний так вот теперь такой момент чтобы ставить шрус нужно вот помогать отверткой чтобы кольцо стопорное зашел в конус как только он зайдет в конус немножко постукиваем и шрус уже встает на свое законное место вот в таком состоянии уже можно одеть чехол защитный ставим хомуты я рекомендую ставить вот хомуты в таком виде то есть не использоваться ленточных хомутов они ненадежные на мой взгляд более надежные вот таких хомут и хотя для их затягивания нужно иметь вот такой специальный инструмент просто простыми клещами думаю не так хорошо будет он затягиваться вот вы видите сейчас полностью еще он не затянут этот хомут в основном шарни это шрус выходит из строя из-за чехла то есть порвался чехол ездили в скажем дождевую погоду или в зиму снег и грязь накапливается внутри шруса выходит смазка и шрус выходит из строя если чехол будет в порядке то граната будет довольно таки долго служить так что поставьте хорошие чехлы если они порваться также затягивайте хорошими хомутами так ставили поставили задний хомут здесь все четко теперь ставим значит гранату или шрус ну то есть ступицы для этого вот немножко отодвигаем кулак вместе с амортизаторной стойкой кстати другой вариант есть когда снимаете не шаровая нижняя а снимается амортизаторная стойка однако это более хлопотная затея так что я предпочитаю снимать с нижнюю шаровую он легче снимается и легче ставится вот сейчас мы будем ставить вот нижнюю шаровую так вот два конца то есть два болта заходит внутрь рогатки третий болт сверху то есть снизу уже будет точно затягиваться наживляем болт две гайки нажимаем затягиваем гайковертом после этого нужно обязательно проверить натягивать натягивать их гаек ставим переднюю гайку забываем загнуть внутрь край этой гайки и ставим остальное там тарелку суппорт и так далее ну конечно колесо ну в принципе все всем желаю удачи пока